Дорогие мои рукодельницы, сегодня меня не будет в экране. Я сегодня буду только руками вам и на столе все показывать. Как вы знаете, я отсняла мастер-классы, как я вязала вот эти платья. Так как платья я люблю оформлять, я выезжаю на разные выставки, выхожу на подиум тоже, в разных конкурсах выступаю и, соответственно, я оформляю платья. Эти платья я оформила валеным рисунком, рисунок шерстью. Рисую я рисунок шерстью, вот такие вот я вам показывала, как я рисовала. Вот такие вот маленькие аппликации делаю, я журавли люблю, вот журавли, там и тема журавлины у меня получилась. И я вот так вот все оформила, сперва сваляла. Ну, как валять, я вам сейчас мастер-класс покажу, как рисовать, как валять. Ну, вот самое главное, я вам хочу показать платье. Вот так я оформляю, это вид сзади, вид тут спереди, платье. Я вышла на выставку, съездила, у меня были продажи, соответственно, и я выставила на выставке, отсняла мастер-класс вам. И вот сейчас я хочу вам показать поближе, как можно оформить платье. Так, это первое платье. Сейчас я вам хочу показать еще одно платье. Хочу вам показать платье, как я его оформила. Вот смотрите, это вышивка, все элементы, вот эти все, которые я нашила на платье, я вам потом прям вот близко-близко сниму, покажу. Это вышивка, ручная вышивка, вышивается игла-крючок. Вот техника, как вышивать вот такие вот узоры, я планирую, планирую. Прям вот, ноябрь-декабрь буду снимать. Я свой прям вот план записала. Потихоньку к этому мы идем, но пока я вам хочу показать, как можно вышивкой оформить вязаные платья, валеные платья, вязаные платья. Ну, так как я вязала, я оформила вязаные платья. Вот таким вот элементом можете, если вы умеете вышивать любые вышивки, если вы техника петчворк шьете, тоже такой же техникой можете оформить платье. Ну, вот смотрите, вот это еще одно платье вот так оформила. Это следующее платье. Очень тяжело показать, прям вот, чтобы прям на весь экран получился. Но я, видите, буду еще фрагментами вам показать. Я сейчас основное вот. Это платье связано рваной резинкой. Я еще вот бахромой оформила. И, соответственно, здесь я рисунок журавля смоляла, сшила. Он живой, очень хорошо смотрится на экране, я смотрю это. И вот, смотрите, с боковой части, вот прям боковая часть, но она, вот эта вышивка относится к заднему полотну платья. Вот прям по границе сшита, вот считайте, с боковой части. Вот так вот оформила я со спины, это спереди. Здесь у меня бахрома. На выставке дали хорошую оценку моим платьям. Очень понравилось. Многие взяли мои телефоны, адреса. Я ездила в другую область и показывала всю коллекцию. Вот. Не бойтесь, оформляйте так платье. Оформляйте, не бойтесь. Смотрите, какое оформление. Видите, я немножко платье свернула, и оно лучше выглядит. Делайте такие вот смелые какие-то оформления. Мерили мои платья, мерили. У меня времени не было просто отснимать. Ну, людей очень много было, и прям вот каждый вот отдельно отснимать. Не было, ну, возможности не было на выставке. Поэтому я сейчас вам на столе это все покажу, а потом я вам покажу, еще сниму на природе. Все платья примерю, и еще мастер-класс вам покажу. Так, оформление еще одного платья. Вот это серое платье. Давайте я тоже вот так... Ну, платье, когда мастер-класс вам снимала, я вам показывала, да? Давайте мы будем сегодня разговаривать о том, как я оформила. Смотрите, это тоже вышивка. Это тоже вышивка. Так, отсвечивает. Смотрите, это тоже вышивка. Это игла-крючок. Эту технику я вам покажу в обязательном порядке. Вот сзади платье вот так оформлено. Это журавли, журавли, такие вот с цветочками, голубые. Но вживую они... Я вот камеру поближе потом и покажу. Это тоже оригинальное, очень красивое платье. На рынке у меня его на выставке, на ярмарке рукой ремесленников мерили эти платья. Они очень красиво смотрятся. Очень красивые платьишки. Я их люблю так оформлять. Я платье люблю оформлять так. Ну, немножко... Как там сказать? Ну, раз я уже выхожу на выставке, я как-то должна выделяться. Вот, пожалуйста, смотрите. Сейчас другое еще платье покажу. Я живу в Кыргызстане. И у нас цветут маки. Сейчас я как-нибудь аккуратненько так заверну. Вот еще одно платье я так оформила. Вот, смотрите. Платьишко, как я оформила. Это тоже вышивка. Красные маки. Вам вот... Смотрите, какая... Ну, очень красивая. Да, нескромно, конечно, себя хвалить. Но она очень красиво выглядит. Смотрите, я вот так вот поближе вам еще покажу. Сейчас я еще это все приближу. Платье длинное. Платьишко очень длинное. И, казалось, очень... Связала я очень такое простое платьишко. Но когда на манекене, он у меня на рынке висел, знаете, вот это платье у меня больше прям вот восхищение у людей было. Сама вот эта вышивка, оформление. Ну, понравилось. Так, если посмотреть. Очень понравилось. На выставке надо выходить, чтобы слушать и видеть мнение людей, отзывы людей. И, смотрите, я полностью вот так вышивкой оформила. Да, вот она вышивка, вот такая вот вышивка. Поближе вот так вот покажу. Вот, смотрите. Это вышивка. Я ее нашиваю, уже навязанные вещи. И она на фигуре очень красиво смотрится на платье, на фигуре. Ну, мне кажется, как сказать, можно иногда так оформлять платье. Ну, одно платье. Я, например, с удовольствием свои платья надеваю и выхожу в гости на всякие праздники, на выставки. И не стесняюсь. Вот так вот. Это мои работы. Их только я могу любить, правильно? И хозяйка этого платья будет любить. Оформляйте, делайте смелые такие решения. Пусть немножко будет... Ну, иногда надо переходить границы какие-то. Вот, так нельзя, так нельзя, нет. Так можно. Я себе разрешила, так сказать. И думаю, хозяйка этого платья тоже себе разрешит носить такие платья. Но я потом отдельно отсниму их, покажу, как на фигуре. Как на фигуре это будет выглядеть. Вот еще одно платье. Тоже красные маки. Вот, смотрите. Это еще одно платье. Тоже в стиле красных маков. Я вот белые платья специально их оформила так. Смотрите, я немножко бахрому за границей. Чтобы выходила прям за границей. Все, оформила бахромой. И это платье тоже вот прям вот... Ну, как ловкутно так, прям, знаете, вот как заплатка она выглядит, что ли. Заплатка, не заплатка, но очень красивое оформление. Вот красные маки специально так я их оформила. Вот это еще одно платьишко. Сейчас я вам сиром покажу это все на близком расстоянии. Дорогие мои, вот я люблю платье оформлять бахромой. Вот здесь три ряда бахромы. Я в мастер-классах вам показывала и говорила, да, как это все ввяжется, как оформляется бахромой. А вот теперь я хочу вам показать вот платье. Ну, вот. Это только вот ниже талии. Не бойтесь, оформляйте. Это очень красиво. Выглядит очень красиво. Если вы умеете валять, вышивать, вязать, то объединяйте все эти свои умения и показывайте свое мастерство. Не бойтесь, рисуйте. И как-то себя обозначить, чтобы свой почерк какой-то, свою технику выделиться. Можно вот так вот. Если вы умеете вязать и валять, то, пожалуйста, можно так оформлять платье. Вот хочу вам показать поближе. Это валеные аппликации такие. Я их нашиваю на платье. Вот такая красота близкого расстояния. Она выглядит вот так. Я вышила журавлей и, соответственно, оформила платье. Оформила его. Это спинка платья. Смотрите, как я ее оформила. Это журавли. Вышивку я просто нашиваю на вязанное платье. Ничего не вытягивается. Ничего прям вот как-то, как он сказал, не висит, не вытягивается. Она как будто вливается в платье. Как будто вот платье, ну, цельное такое. Особо прям вот не выделяет. Смотрите, как выглядит вышивка с близкого расстояния. Дорогие мои, я думаю, я вас очень заинтересовала. Надеюсь, вы будете тоже так оформлять. Платье вот здесь где-то вышивка. Такая красивая вышивочка. Я прям с близкого расстояния хочу вам показать. Не бойтесь. Также вот оформляйте. Как нарисовать этих журавлей, я вам сейчас вот хочу показать, как я их валяла. А вот уже вышивку я вам буду отдельно показывать. Ну, чуть позже. Дорогие мои, смотрите. Это платье я хочу вам с близкого такого расстояния показать. Вот прям сфокусировать. И я как его вязала, это платье, я вам уже показывала. А вот смотрите. Сама вышивка какая красивая. Видите? Это вышивка. На платье она очень красиво смотрится. Мерили женщины, девушки. Очень красиво. Тоже так же можете вышивать. Не бойтесь рисковать, не бойтесь. Я и аппликации платья стараюсь оформлять и вышивкой, и валенными рисуночками по-разному оформлять. Можно как-то выделить вязаные платья, чтобы они выглядели красиво. Посмотрите, подол платья, вот такая бахрома и вот такая вот вышивка. И вот так я оформляю платье. Но можно вышивать так, как вы умеете. Но это моя любимая вышивка, но это моя любимая вышивка, и я ее использую. С близкого расстояния аппликации, вот как на платье, выглядит вот, рисунок выглядит вот так. Смотрите, вот, рисунок в расстоянии так вот. Я не ленюсь вышивать, не ленюсь валять, оформление платьев. Смотрите, видите, как она выглядит. У меня мама так вышивала, и я просто очень обожаю такую технику вышивания. Смотрите, как она выглядит. Так она выглядит.